друзья и мы снова рады вас приветствовать в нашем медиа-центре и сейчас мы немножечко разбавим наше арбитражное комьюнити потому что у нас в гостях эксперт по монетизации сайтов антон юхневич привет расскажи как у тебя дела вообще как конференция в целом ты же уже выступил с докладом правильно только что выступил слушаю очень круто я на самом деле первый раз на кинзе мне очень нравится хотелось бы наверное вернуться в следующий раз ты не чувствуешь себя таким человеком который тут среди арбитражников уделяется потому что немного здесь людей кто с сайтами работает на самом деле наверно с одной стороны да но хочется увеличивать свое присутствие хочется больше рассказывать о том как просто обычным веб мастером настраивать рекламный стек рекламные технологии поэтому очень круто ты в докладе рассказал про adfox расскажи поподробнее теперь нашим зрителям потому что им тоже наверняка интересно что такое с чем едят сколько стоит расскажи все да смотрите наверное в общих словах что такое adfox это рекламный сервер который позволяет объединить разные источники монетизации в один есть у вас есть например россия у вас есть какая-то внешняя монетизация подключили вы например my target вы хотите это все объединить в рамках одного аукциона да или же например вы хотите подключить какую-то другую сеть это как агрегатор да все верно как один единый источник кода для реклама для рекламодателей на ваш сайт по поводу стоимости adfox абсолютно бесплатный инструмент как и для веб мастеров так и на самом деле для монетизаторов которые хотят использовать технологию adfox хб и в чем выгода тогда на чем вы зарабатываете если так в любом случае наши рекламодатели наши веб мастера которые используют adfox они подключают также rs я нашу собственную сеть поэтому мы точно также зарабатываем на нашей рекламе кто устанавливает adfox а если какие-то мануалы там по обучению я не знаю чтобы понять как это вообще работает ну то есть такого же в целом на рынке то немного и наверняка у людей будут вопросы как с этим работать мы очень много на самом деле рассказываем о том и что такое rs я и что такое adfox у нас есть youtube канал который называется яндекс обучение технологиям рекламным технологиям и там и подробно рассказываем как стать партнером adfox как настраивать у себя на сайте то есть все там при этом у нас большие очень интересные есть материалы обучающие материалы также и просто письменном виде пожалуйста заходите все по первой же ссылке через поиск яндекса у нас тут такой красной нитью идет обсуждение на форуме в целом работы не только с россии с зарубежными гео вы работаете только с россией или можно к вам подключают допустим зарубежные какие-то сети абсолютно любые хотите если у вас да конечно если у вас зарубежный трафик мы не обязываем вам там только используете rs я только через адфокс включить рс я конечно же нет можете подключить любого монетизатора пусть он покупает ваш зарубежный трафик без проблем при этом у вас также есть возможность подключить гугл если это какой-то зарубежный трафик который google выкупает активно работает, без проблем, через AdFox все можно сделать. Слушай, звучит как-то очень-оченько все красиво и хорошо. Расскажи, наверное, по порядку, вот пошаговая инструкция для человека, который хочет прийти и работать с AdFox. Что ему нужно сделать? Ему нужно зарегистрироваться на сайте? Да, в первую очередь ему нужно зарегистрироваться в самом Яндексе, получить Яндекс.Ид. После этого ему необходимо зарегистрироваться в RSE, и после этого у него уже бесплатно будет доступен AdFox. Ну и регистрация в RSE. А, то есть он по умолчанию как-то активируется по сути? Да, да, да. Все бесплатно, пожалуйста, все пользуйтесь. Удобно, удобно. Расскажи, наверное, еще про изменения. Возможно, вы столкнулись с какими-то изменениями, которые сейчас на фоне всей ситуации. Сказалось ли это на работе AdFox и Яндекса, в том числе, RSE в том числе? На самом деле не сильно сказалось. У нас был фокус на развитие продуктов, развитие RSE, на развитие AdFox, и этот фокус сохранился. Мы точно так же хотим делать наш продукт лучше, делать его лучше как для веб-мастеров, так и для монетизаторов. Поэтому фокус остался. Мы развиваемся и вкладываемся максимально в продукт, чтобы те веб-мастера, те площадки, которые сейчас перешли с каких-то альтернативных систем, чтобы их все устраивало. Чтобы, если вернутся какие-то другие альтернативы, они остались с нами, и чтобы мы делали им клевый продукт, который им удобен. Да, я как раз хотела спросить следующим вопросом, что сейчас на фоне, что ушел от сенсоринг, но в целом рынок испытывает какие-то турбулентности, и многие начинают ставить рекламные блоки разных форматов. То есть, допустим, они ставят RSE, ставят блоки платформы нативной рекламы, например, как вариант. Еще какие-то... Как ты к этому относишься вообще? Ок это или не ок? Да это очень круто. На самом деле, то есть, если вы хотите зарабатывать как вебмастер, как площадка больше, необходимо экспериментировать. Если вы добавляете дополнительные источники спроса на ваш инвентарь, на ваших пользователей, на ваш трафик, вы увеличиваете как бы CPM и стоимость показа рекламы. Конечно, что всем выгодно. Да, конечно. Поэтому необходимо всегда экспериментировать с разными форматами, с разными рекламными сетями. Если есть возможность техническая их объединить в формат какого-то единого аукциона, то это всегда очень полезно и всегда сильно растет деньги. Подожди, а вот Fox тогда можно будет подключить, допустим, какие-то нативные сетки или там все что-то? Конечно. Абсолютно все, что угодно. Все, что есть на рынке, все можно завести через AdFox. А как вам сама платформа, допустим, будет интегрироваться? То есть, если смотреть на работу не со стороны вебмастера, паблишера, который сайт держит, а именно со стороны сервиса, который к вам хочет встать? Тут есть несколько схем. То есть, у нас есть так называемая технология хедербидинга. Если у этой рекламной сети есть своя DSP-платформа, она может стать, как обычный монетизатор, отдавать ставку и уже в нашей системе будет определять, кто выиграл. А, у вас все автоматически? Да, конечно. И если вы хотите стать монетизатором как раз в хедербидинг, переходите в Help AdFox. Там все расписано, как детально, куда обратиться, что написать, и мы вам поможем. Да, и есть еще другая история. Если у вас нет своей DSP-платформы, у вас просто есть какие-то рекламные компании, вы хотите их откручивать, у вас есть инструмент, который просто лаконично называется AdFox HB. Вы заводите свой личный кабинет AdFox, и там заводите рекламные компании. Все работает точно так же в рамках единого аукциона. Звучит все очень просто, очень понятно, как будто бы вот просто пошел и все сделал. А нету какой-то конкуренции между, допустим, платформами, между рекламными сетями, которые к вам подключаются? Ну, то есть, допустим, я не знаю, какие-то платформы нативные рекламные такие, блин, ну, вот мы, тут стоят наши конкуренты, и такой конфликтик небольшой возникает. Так это же только все выигрывают. Честная конкуренция за показ, каждая из сетей отдает конкретную ставку за показ, и тем самым все там паблишеры, сайты, они зарабатывают больше. А в честной конкуренции как бы только всем хорошо. Ну да, это, видимо, боятся просто, возможно, боятся те, кто переживает за то, что не выживет просто в этой борьбе условно. Да, я был на стороне площадки, тоже помогал настраивать рекламный стэк, и отвечал за монетизацию. И ко мне приходили различные сети, говорили то, что давайте потестируемся, давайте поставите вас, вы нас поставите на какое-то рекламное место. И у меня первый вопрос был, поддерживают ли они хедер бидинг, и поддерживают ли они от Фокс. Потому что это честный тест, честная там отдается ставка, и мы все только выигрываем от этого. Слушай, это классно. У нас тут, мы сидим на обучающем центре, он, конечно, посвящен арбитражу трафика, но, тем не менее, я у всех спикеров спрашиваю про то, как они попали в сферу, то есть у арбитражников, как они попали в арбитраж, как ты попал в сферу монетизации сайтов? Ну, это на самом деле интересная такая история. Мне нравились всегда игры, в том компьютерные, мобильные, в общем, любые игры. И когда-то я начинал свою карьеру в компании GameLoft, это международный крупный разработчик как раз игр. Вот я туда попал, и мне так заинтересовало, как настроена реклама там, и я начал вот это копать, изучать, и вот тем самым расти, и вот как бы сейчас оказался, где я есть, в Яндексе. Помимо этого, там, до работы в Яндексе я еще консультировал очень многих крупных игроков, крупной площадки по вопросам, как им лучше выстроить вот этот рекламный стек, как настроить рекламу у себя на сайте, чтобы зарабатывать больше. Но сам сайт это не делал, то есть чтобы типа вот... Нет, нет, я только оказывал, я вот скорее да, эксперт со стороны рекламы, как настроить рекламу. И здесь я могу всегда подсказать, как лучше сделать, что настроить. Слушай, это классно. А как у вас изменилась вообще, может быть, работа в команде, может, какие-то перетрубации были на фоне там всей ситуации, которая сейчас? Потому что, ну, многие как бы такие столкнулись с определенными проблемами, у кого-то их больше, у кого-то их меньше. Ты у нас тут человек, который касается монетизации сайтов первый сегодня, поэтому очень интересно от тебя узнать, что изменилось в Яндексе. На самом деле сильно ничего не изменилось. Потому что, да, почему так? Команда как работала, так и работает. В целом ситуация, наверное, схожа с пандемийным периодом, когда часть у нас людей на удаленке, часть в офисе, но при этом мы все активно коммуницируем, работаем над тем, чтобы улучшать продукт. Поэтому в целом все хорошо, все замечательно, все позитивно мыслят. Мы тут еще у нас смотрят, ну, довольно много ребят, кто только заходит в сферу либо арбитража, либо монетизации сайтов, потому что, ну, Кинза, это все-таки изначально так сложилось исторически, что это была конференция, которая посвящена как раз монетизации, а не арбитражу трафика, потом там случились изменения, и это уже стала конференция, которая обобщает эти две аудитории. Для арбитражников нам много чего посоветовали сегодня. Может быть, ты дашь какой-то совет для ребят, кто занимается сайтами, лайфхак какой-то, я не знаю. На самом деле, если вы только начинаете, вы, например, завели какой-то сайт, у вас есть какая-то своя тематика, я бы советовал начать, в первую очередь, с пронетизации просто РСЯ. Это проще, вы поставили одну рекламную сеть, она монетизирует, вы зарабатываете. Как только вы поняли, что вы хотите чего-то больше, хотите добавлять какие-то новые сетки, новых монетизаторов, здесь я уже бы, конечно, рекомендовал смотреть в сторону AdFox, подробно изучать все видео, которые у нас есть на канале, на YouTube-канале про монетизацию, там мы подробно рассказываем, как что настраивать, как подключать сети, и тем самым расти свою собственную экспертизу. Когда вы будете наращивать эту экспертизу, то и доход на самом деле параллельно будет точно так же расти от рекламы на вашей площадке. А у вас есть какие-то социальные сети, допустим, помимо YouTube, то есть, ну, допустим, предположим, человек, ну, вообще далек от YouTube, не смотрит его, не приемлет, не знаю, там, по каким-то разным убеждениям, и вот он хочет черпать информацию где-то в другом месте. Например, я не знаю, есть ли саппорт на сайте, то есть можно ли зайти на сайт, там, написать в окошко саппорта, спросить какие-то вопросы, которые его интересуют, или там в других социальных сетях? Ну, что касается социальных сетей, у нас есть активно развивающийся канал в Телеграме про Яндекс, про монетизацию для паблишеров. Помимо этого, если у текущих наших партнеров возникают какие-то проблемы, они всегда могут обратиться в службу поддержки, ссылки все есть, они все в холпах про Яндекс и про РСЯ, либо же там по другим каким-то каналам, все это доступно по почте, всегда отвечаем 24 на 7. Это классно, это классно, спасибо тебе большое. Я думаю, что ребятам должно быть очень полезно послушать про монетизацию сайта, потому что я думаю, что таких много на самом деле, потому что сейчас аудитория все равно чуть-чуть сосредотачивается между арбитражным комьюнити и комьюнити теми, кто сайтами занимается. Так что спасибо тебе большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!